Дмитрий Иванович, в какой мере сегодня довольны игрой и в какой мере результатом? Мы сегодня, можно сказать, довольны и игрой, и результатом, так как мы встречались сегодня с командой, которая идет на первом месте, и мы понимали силу соперника, естественно, и с учетом того, что команда ставит перед собой соперника, я имею в виду серьезные задачи, конечно же, нам ожидали, что будет сегодня непросто, так оно и получилось. Нас устроили несколько вещей, которые сегодня были на поле, которые мы увидели. Первое из них, это то, что мы сыграли на ноль в первом тайме, это очень важно, мы ставим себе такие цели, и сегодня у нас это получилось. Соответственно, во втором тайме мы также продолжили играть, и даже были у нас эпизоды, когда мы могли действовать острее, возможно, даже забить мяч и выиграть этот матч. И второй момент, который нас сегодня устроил, это то, как мы ментально сегодня были настроены, как мы ментально действовали в матче, как ребята реагировали на различные эпизоды игры. Вот эти моменты нас сегодня устроили, и мы ими довольны. У вас Чернавский сегодня играл на правом фланге обороны, он в этом сезоне действовал и в средней линии, и в обороне. На какой позиции, на ваш взгляд, его качества раскрываются в полной мере? Да, Эдик, у нас такой универсальный игрок, у нас была проблема с крайними защитниками, Неплюев пропускал этот матч по карточкам, и мы долго думали и приняли такое решение. Он однажды уже, кстати говоря, с Соколом на выезде играл на этой позиции, крайнего защитника слева. Вот поэтому мы приняли решение поставить его сегодня в позицию с крайним защитником, и мы довольны, как он действует. У него есть несколько сильных качеств, которые помогут ему действовать, но все же, наверное, в большей степени в центральной части поля. А вообще уже можно ли сказать, что вы определились со специализацией наших игроков? Да, в целом, да. Игроки, в принципе, мы понимаем уже возможности, уже хорошо познакомились, проанализировали и физические компоненты, и технико-тактические. Конечно же, у нас есть представление о том, как и где кого использовать, использовать их лучшие качества. Сейчас у нас такой достаточно серьезный режим. Игр у нас не так много тренировок, таких полноценных, где можно давать нагрузку, где можно выполнять определенные вещи. Вот поэтому мы ждем с нетерпением того периода, когда мы сможем тренироваться в полной мере. И я думаю, что прогресс игроков мы увидим. Факел М всегда играет в два центральных защитника. Скажите, пожалуйста, в связи с чем вы не переходите на три? Ведь, с одной стороны, это было бы надежнее в каких-то моментах, но я предполагаю, что, возможно, это в некоторой степени затормозило бы процесс обучения. Правильно? Ну, я здесь не соглашусь с вами, что это было бы надежнее. Мы видим, что и в три центральных, когда команда играет и пропускает, то здесь дело не в количестве, дело в качестве. У нас есть модель, мы ее выбрали и не хотим от нее отходить. Как раз сейчас мы видим, что игроки познакомились, точнее, не познакомились, а уже понимают, что мы от них хотим, понимают то, что мы от них требуем. И это основные вещи. Мы не хотим прыгать, не хотим переходить со схемы на схему. Нам нужно освоить те вещи, о которых мы говорим в первую очередь. Но, конечно же, мы хотим играть лучше в атаке, хотим действовать первым номером. Мы до этого пока еще далеки, но мы к этому стремимся.